Путин так хотел проверить на прочность нового президента США Джо Байдена, что как обычно не рассчитал своих сил и теперь в шоке сидит в бункере и наблюдает, как США тоннами перебрасывает вооружение в Украину. Более того, США готовят отправку военных кораблей в Черное море для поддержки Украины. На фоне роста российской военной активности на границе с Украиной, США планируют направить корабли в Черное море в ближайшие недели. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник. По данным СМИ, корабли будут направлены в знак поддержки Украины и чтобы послать особый сигнал Москве, решение должно быть принято в течение 14 дней, уточняет телеканал. США уже потребовали от России объяснений по перемещению войск к украинской границе и ждут отчета Путина. Госдепе заверили, что США однозначно поддержат Украину на фоне российской агрессии и провокаций. Мы попросили, чтобы Россия предоставила объяснение из-за этих провокаций. Однако, что наиболее важно, мы дали понять непосредственно нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии, заявил представитель государственного департамента США Нед Прайс. На фоне усиления российской агрессии на Донбассе США также начали переброску в Украину современного вооружения. За последние 10 дней в Украине разгрузилось два военно-транспортных самолета и сухогруз, зафрактованный Пентагоном. Генштабе украинской армии сообщили, что готовятся к совместным учениям по отражению нападений страны-агрессора с последующим переходом в наступление. Так, в Одессу из американского Чельстона пришел сухогруз «Океан Глори», который зафрактовало подразделение Пентагона по доставке грузов. По данным одесского издания «Думская», в Украину доставили около 350 тонн груза, в том числе 35 внедорожников «Хумвэ». Также военно-транспортный самолет ВВС США Ц-17А «Глобмастер-3» прилетел в Киев с немецкой базой «Рамштайн». Затем еще один самолет «Глобмастер-3», но уже с рейсом из США совершил посадку во Львове. Переброска вооружений США совпала с объявлением о предстоящих учениях «Казацкая булава» по отражению широкомасштабного наступления на Украину. Оперативно-стратегический фон учений учитывает возможный характер развития военно-политической обстановки вокруг Украины. По сценарию учения штаб и подразделения многонациональной бригады привлекаются к отражению масштабного наступления вооруженных сил условной страны-агрессора, сообщили в Генштабе вооруженных сил Украины. Там же уточнили, что отрабатывают действия в обороне с дальнейшим переходом в наступление с целью восстановления госграниц и территориальной целостности государства. Как сообщает Генштаб Украины, в учениях примут участие более тысячи военнослужащих из пяти стран НАТО. Даты «Казацкой булавы» не называются. Генштабе лишь сообщили, что учения состоятся через несколько месяцев. Не исключено, что казацкая булава и подвоз вооружений – это часть еще более масштабных учений, которые проходят под руководством США в Европе. Так, в рамках «Дефендер Европы» в апреле Пентагон планировал привлечь 12 аэропортов в Европе для приема оборудования и персонала из США, а четыре страны региона должны стать логистическими центрами. В мае же американские военные планируют шесть учений в Европе. Единое командование сил США в Африке и Европе сообщило, что в «Дефендер Европе» примут участие 28 тысяч военнослужащих из 26 стран. Если вы считаете, что Украина и ее союзники готовы дать отпор российским оккупационным войскам, нажмите лайк. Если считаете иначе, нажмите дизлайк. Спасибо, что подписались и посмотрели ролик до конца.